Мы продолжаем, вы смотрите программу Hard Day's Night. Напомню, сегодня у нас в студии Вячеслав Фетисов, легенда мирового хоккея, сенатор от Приморского края. Продолжаем разговор. Остановились мы на 70 миллионах. Это бюджет следующий год от ЦСКА, а до этого мы болтались где-то там, чтобы закрыть дырки. Я не понимаю, откуда цифры, или люди не знают, что в регламенте на следующий год 900 миллионов это потолок зарплат. Значит, надо двойную сумму как-то освоить, но это, наверное, надо быть менеджером очень высокого класса и, скорее всего, представителем Роснефти. Как можно говорить в России о потолке зарплат? Нет же просто юридической базы для этого. Ну, это не было нигде. Нет у ЮИ Национальной хоккейной лиги, но там есть договоренность мужиков, они договорились и выполняют свои обязательства. Зачем платить больше, когда можно платить меньше? Это раз, да. И мы не для того, чтобы как-то кого-то унизить, да, все-таки что-то достаточно большое. После локаута в НХЛ был потолок зарплат, зарплат 47 миллионов примерно. Сейчас они постепенно повышают, да. У нас больше, чем в НХЛ зарплаты команд, это нонсенс вообще у нас. Вы считаете, что возможно, то есть реально он будет действовать, договор мужиков и в России? Я не знаю. Я надеюсь на это, да. Но, по крайней мере, публично говорит о том, что бюджет будет 70 миллионов, когда потолок 900, но, наверное, не совсем корректно. Там будет, наверное, какой-нибудь просто налог на суперроскошь? Не будет никаких налогов, фиксированный потолок 900 миллионов. Мы об этом договаривались, понимали, что нужен трехлетний период для того, чтобы прийти к этой цифре, потому что у многих ребят были большие контракты, и отнимать деньги не было бы неисправно для того же Леши Морозова. А сейчас, через 4 года уже 900 миллионов. Нет, я просто, вы верите, что он, правда, действительно будет действовать, потому что у всех белый зарплаты, что у всех был белый зарплат. Вячеслав Александрович, давайте немножко поговорим о спорте в целом. Вас считают одним из самых последовательных оппонентов нынешнего главы Минспорта, господин Мутко. Вы с ним и работали, очевидно, вместе, и воевали, кажется. Как вам кажется, в чем секрет его всичивости? Почему он пережил и провалы олимпийские, и как-то вот, несмотря на то, что его первый президент обещал его уволить, но вот человек сидит, хотя, по-моему, и вы не против. То есть от Лужкова можно уволить, а Мутко нет? Это довольно-таки. Прописка разная, наверное. Я помогал Виталий Ильичу сесть на РФС в свое время, он был сенатором, потом я стал на его место. Ну, как-то взаимодействие было. Ну, я так понимаю, что он хотел очень мое место, где я сидел до этого, но, видно, приложил к этому руку, ко всему. Ну, не знаю. Я думаю, что, в общем, вы знаете, иногда смена, она сбивает ритм, какие-то вещи, которые уже наработаны. Я еще раз хочу сказать. Мне жалко Леонида Васильевича Тягачева, да, человек, который жил. У нас с ним были разногласия такие, знаете, публично. На самом деле, в рабочем плане мы в спорте выросли. Он заслуженный тренер, он работал министром, президентом федерации, он этим жил. Сейчас я вот, мне за него так обидно, он на этом столетии Олимпийского комитета, да, когда пришло столько гостей, много спортивной общественности, ни разу не вспомнили моего коллегу-сенатора Леонида Васильевича Тягачева, который всю свою жизнь посвятил спорту. Я считаю, что вот эти нарушения традиций, вот эти вот какие-то непонятные движения, они гробят все. Вот поймите, вот спорт такая вещь, которая на традициях, на уважении, на братстве, да, она как раз и дает результат. По-другому не работает. Нельзя вот выкинуть вот какое-то звено и быть... То есть вы имеете в виду то, что после провала в Ванкувере не нужно было наказывать Тягачева? Он крайне оказался не по делу. Он никакого отношения. Я же все время говорил, что Олимпийский комитет это, так скажем, структура, которая организует сами игры. Это было тогда, а сейчас? Нету понятия Олимпийской сборной страны, есть понятия сборной страны. После Тягачева назначили целого вице-премьера Жукова. То есть сейчас изменилась система, сейчас Олимпийский комитет более важная структура? Александр Дмитриевич, он представитель нагрузки у вице-премьера, который отвечает за социальный блок. Ну какая разница? Ну представляете, значит ты должен кому-то перепоручить. Пришли другие люди. Нарочился целый ритм, да. Президенты федерации тоже потеряли какой-то контакт прямой и так далее, человеческий. Я всегда говорил, Леонид Васильевич, ну понятно, он общался с великими мира всего, да. Он всегда считал, что он главный в спорте. Но я был наделен полномочиями, за которые отвечал головой, да. Естественно, я какие-то вещи, которые он говорил, корректировал, да. Что подготовка сборной занимается государством, а не Олимпийский комитет. Что ответственность полностью за строительство, реконструкцию база и так далее. Тоже ответственность государству. Ну, короче, такие у нас были, я бы сказал, публичные такие перебранки. На самом деле на уровне аппаратов и заместителей работа велась. Мы все из одного мира, и мы понимали ответственность и перед народом, и перед спортсменами, и перед тренером. Поэтому у нас как бы... Хотите сказать, что с уходом Тягачева и приходом Жукова Олимпийский комитет не усилился, потому что у Жукова нет времени на ежедневное слежение за пульсом спорта. Как бы пометь, это... Система стала более эффективной? При том, что это такая нагрузка, вроде бы, общественная, да, на самом деле этим надо жить. Это, помимо всего прочего, это постоянный контакт с людьми, это международная политика. Понятно, статус вице-премьера, конечно, великий для Олимпийского, но есть другие вещи, которые требуют ежедневного, каждодневного, так скажем, ну вот, участия. А не получается, что действительно сейчас вот в спорте, именно вот в управляющих организациях, что есть министерство спорта, есть Олимпийский комитет, есть сейчас еще комитет Олимпиады, и как бы не совсем понятно, например, кто главный ответственный за ту же самую. Министр, не надо ничего. В нашей стране министр отраслевой, это самый главный человек, ну, я не считаю президент и премьер. А тут вице-премьер. Здесь вот. Не, ну, в прошлый раз, еще раз, я говорю, в самой главной стране... Министр не ответил на что. Да. Ну, это другая, тебе уже проговорили на этот вопрос. Как бы... Жизнь с вами спорит. Сто процентов. Не, ну, о чем говорить? Я еще раз говорю, что, ну, я пришел, когда при представлении меня на должность, премьер Касьянов, на Казакова, в этом зале колей, который был обшарпанный, ну, как будто вот ребята там какие-то с улицы писали, он так сел, говорит, только сел, такие стулья скрипят, и вдруг, я пирас там был, вдруг сверху, штукатурка, два в стол, бум-бум, и он так скачал, Валентин Иванович Матвейн. Она была вице-премьером, куривающим спортом. Валентин, ты куда меня провела? Ну, вот, говорит, вам фетисов, он там с ним наладит, а мы, говорит, поехали. То есть, ну, бюджет, знаете, сколько бюджет был Росспорта, Госконспорта, когда я пришел? 90 миллионов рублей, рублей, вдумайтесь, на все инвестиции. А потом Росспорту дали право выдавать лицензии на игорный бизнес, чего сейчас нет. Вы знаете что, это как раз камень мой огород, но я, как бы, на новенького, два года ни одного ведомства не могли дать, никто не хотел этим заниматься, потому что закон был прописан таким образом, что если... Не-не-не, послушайте меня, там нет вообще никаких денег. Если ты не выдал лицензии в течение двух месяцев, значит, тебя ведут в суд. А если ты выдал, значит, ты распространяешь игорный бизнес. То есть, таким образом было... Я пришел через неделю в правительство, говорю, заберите от меня. И у меня не фискальные органы, у меня нет никакой вертикали, так скажем, управления. Со всей страны приехали люди, которые два года вот ждали этих лицензий, представляете, что там творилось? Вы знаете, я помню, что тогда Лужков и... Кто был в Петербурге? Яковлев тогда еще? Они боролись против вас активно, что вот, мол, почему фетисов выдают, почему не мы? И Лужков обвинял страшно вас в том, что расплодил фетисов в Москве в казино, стало в 7 раз больше казино. Поверьте, я... Я всем говорю, заберите от меня, мне это не надо, я не говорю, но любой, потому что это не моя функция, во-первых. Во-вторых, у меня 3 человека было в отделе, у нас вообще было 120 человек, по-моему, штат на все это дело. Ну, и это не моя прямая функция. 3 человека, которые на всю страну, только обработать их, а там выдача была очень простая. Да, нужно было подать, иметь адрес, так скажем, куда можно присылать почту, и все. Если там документы правильно составлены, то ты не имеешь права не выдать. Кто-то проломбировал такой закон, такое положение, что, естественно, ни один министр до меня, да, никто не хотел заниматься этим. И я пришел, на новенькую мне бум, бросили, и ты разбирайся. Понятно, это такая подстава была, хотя я и ни опыта не имел, ничего, и ни людей, ни структуры, ни вертикали, еще раз говорю. И вот и пришлось выдавать, а куда денешься. Вячеслав Александрович, скажите, а вы миллионер? Вы богатый человек? Да. Вы в Америке сделали состояние или где? Какой момент это произошло? Знаете, когда я уезжал в 89-м году, да, у меня был подписной бонус с шестью нулями. То есть вы можете представить, да, в то время, это 89-й год, да. Ну, я правильно вложился, да, я купил несколько квартир, в то время квартира стоила 10-15 тысяч, которая сегодня стоит больших денег, да, я там занимался всякими бизнесами, там, ну, через своих друзей. Ну, и как-то так получилось, что... То есть у вас здесь были инвестиции? Здесь, основные инвестиции здесь, и я считаю, что я очень хорошо прочувствовал ситуацию, в общем, и заработал большие деньги. Вы никогда не жалели? Ну, поэтому можете обратиться и посмотреться. Вы никогда не жалели, что вы вернулись из Америки сюда? Жена мне сказала, когда я уезжал, говорит, ты сумасшедший, они тебя там, это самое, разорвут, не поймут и так далее. Я ни о чем не жалею. Вы знаете, когда ты сумел построить систему, когда ты помог многим людям, когда ты сумел, в общем, поднять спорт вместе там с руководителем страны на другой совершенно уровень, ну, представьте, сейчас я могу сказать, что нигде таких вот вливаний, вложений в спорт нет, как у нас в России сегодня, да, и не случайно там пришли все самые знаковые соревнования в ближайшие семь лет. Вот, это не только там сами спортивные соревнования, это новые аэропорты, новые вокзалы, гостиницы, это рабочие места, это инфраструктура, это дороги, это, в общем, сервис, это регион, это очень серьезные движущие силы. Откуда такая неблагодарность тогда? У вас есть объяснение этому, что кого-то обидели? Я не знаю, я вот голову сломал за последние, я, знаете, я говорю, если я виноват, я готов ответить. Если, ну, знаете, вот получается, я за время своей работы от Путина получил три ордена, три. Получил звание заслуженной работник физкультуры, когда вот на 50 лет, да. Я вот совсем недавно от Медведева получил грамоту правительства, потому что уже орденов больше нет, да, которые вручать. Я думаю, блин, ну, разберитесь, ребята там, у себя-то, да, что происходит, если, ну, я еще раз говорю, я, ну, с полной ответственностью понимаю, кто мне пригласил, у меня самого, слава Богу, имя, да, и размениться на какие-то вещи, но я могу ошибаться в чем-то. Как же вы собираетесь сосредоточиться на политической деятельности, прости, Дим, если нет полного понимания вот этой аппаратной ситуации? Ведь вы же сейчас сенатор, уже не членов Союза Федерации, а почти полностью сенатор. Да, я считаю, что молодежный политик, который у нас в запущении, да, сегодня, и общаюсь с молодежью, они меня понимают. Я вот с удовольствием хожу в университет, я встречаюсь с молодыми людьми, для них, как бы, self-made person, который может, в общем, ему что-то подсказать, чему-то научить. Я считаю, что это направление, которое мне сейчас больше интересно, чем возня, там, ну, с нефтевскими, там, мальчишками и так далее. А, то есть разделят Министерство спорта и молодежной политики, и спорт оставят мутку, а вам дадут молодежную политику. Молодежь. Я за, я готов в любом качестве сегодня быть полезен в стране, и поверьте, ну, и уважение мне, уважение у мужиков ко мне нормальное, да, женщины по-своему ко мне относятся, там, молодежь тоже ценит, поэтому, ну, я не знаю. Ну, просто, чтобы разобраться. Плюс опыт колоссальный. Вот я сейчас приехал в Японию с Валентиной Ивановной, у нас межпарламентской, там, она заходит в зал, а сенаторы из Канады, из Монголии выставились за автографами, распечатали в интернете мои фотографии. И не к ней. Да, и я сижу, там, она говорит, Слав Александрович, у нас начинается заседание, я говорю, сейчас, я говорю, нам канадцы сказали, что они будут против России голосовать, против Владивостока, и я сейчас с ними поговорю. Канадцы стали голосовать за Россию. А дворовые команды вы будете, вот, вы же, я говорю, начинали вообще в команде ЖЭКа, по-моему. ЖЭК-19, Тимирайзевский район. Сейчас возможно такое вообще представить? Я считаю, что нет, надо развивать школьный спорт, это должно быть основой нашего здоровья. Я могу сказать, что у нас сегодня спорт является не просто галаячкой секунды таким направлением, это социальный проект, это единственная альтернатива в Изумулец, это сегодня формирование успешности в молодом человеке. У меня есть научно обоснованные данные, что к 12 годам, когда ребенок систематически занимается спортом, у него вырабатывается иммунитет ко всем стимулирующим моментам. То есть, никак не перерывается ни к табаку, ни к алкоголю, ни к наркотикам, как вот мы сегодня выпиваем с вами. Я считаю, что это отличная идея, как-то будет неправильно, если человек еще с такими идеями будет в стороне от спорта. Все-таки мы опять приходим к тому, чтобы ситуацию прояснить, вы не хотите звонить Путину. Какие-то не спорт, во-первых, не весь спорт, я считаю. Ну, в любом случае такой человек в спорте. Но вы же, Владимир Владимирович, он же играет сейчас в хоккей, он сам говорил о том, что он сейчас начинает играть. Да, прилично играет. Человек стал на коньки в 58 лет и просто... Вы же на тренировке где-нибудь пересечете в ближайшее время, это же не может... Вы с ним не играете вместе? Ну, наверное, он же... Будут какие-то новости. Думайте, вот просто вот там... Мы о рабочей не говорим в раздевалке. Ну, поймите, сейчас еще раз хочу сказать, что, ну, Владимир Владимирович сейчас непростая ситуация, ему надо сейчас помогать. Я готов в любом качестве. Я об этом говорил ему, он, говорит, встречался, и он мне тогда предложил остаться заместителем Мутко. Я говорю, Владимир Владимирович, поймите, я не... Потому что у меня амбиции какие-то. Я воспитан в команде, у меня совершенно понятно ориентированное, так скажем, воспитание, да. То есть победа команды, это моя победа. Тем более я был капитаном в достаточно долгое время. Я говорю, не могу остаться человеком, который, заходя на дворный, сказал, что все, что было до этого сделано, это все детский сад, а я вот сейчас все сделаю по-другому. Ну, только по-другому мы все знаем, да. Вот. И поэтому, ну, было предложение выйти в Сенат, и я переформатировался. У меня никаких обид, ни перед кем нет, я совершенно другой по ментальности человек. Я получил колоссальный опыт, работа в Сенате мне помогла переформатироваться. Среди очень многими интересными людей. Вы с ним играете? У вас же была тренировка с чем-то? А если нет, то с кем же он тогда играет? Еще раз говорю, даже буду играть, но как бы он, Владимир Владимирович, достаточно хорошо меня знает, и мои способности, и все. Ну, пока в субботу. Он, может, считает, что мне достаточно быть сенатором, но я считаю, что я немного уже могу заниматься... Ну, у вас регулярно, да? Или он так хорошо играет, что вы уже не рискуете? Он примерно с локарами не поддаетесь. Ну, у него сейчас колоссальный график, и он с удовольствием играет. Ну, я думаю, два-три раза в неделю получается. Ну, то есть, вот пока еще не было, да, вот с того момента, как вы объявили, у вас тренировки еще... Нет, ну, он уже в поездке сейчас находится. Еще нету сейчас в графике, не стоит тренировка там какой-то... Это закрытая информация? Ну, это закрытая информация, она обычно... Сказал, да, высказал. Потому что вы видели место, что в мегаспорте тренируются? Нет, не в мегаспорте, есть специальное место, и оно там ждет 24 часа. Иногда приезжают в 2 часа ночи, они в час ночи... Ну, что, и собирают, бах, все, тренировка в 2 часа ночи, в джип, все, приехали. Да, с удовольствием катаются. Всегда... А можете сказать, я сплю, извините? А? Ну, да, конечно, конечно. Я сплю, но буду через 5 минут. А там все баулы там уже есть, наверное, на базе, да? Конечно, мы же профессиональные ребята, привыкли уже к тому, чтобы... Я, знаете, вот иногда говорят, слышь, поехали поиграем в кольцо. Я говорю, знаете, это самое страшное для меня сейчас собрать баулы. Нет. Одеваться другое дело. Я спрашиваю, какое твое хобби, я говорю, хоккей. Они как-то сумасшедшие, наверное. Я говорю, ну, представляете, в воскресенье в 10 утра я сижу с клюшкой в кольках уже. И с удовольствием жду первого братства. Поэтому я считаю, что хоккей – это крутая игра. А, да, а скажите, Олимпиаду будет? Какая? В Сочи. В Сочи. Он говорит, мне предложили возгладить этот движение, что думаешь? Он говорит, считай, полная авантюра. Ну, начальник сказал, надо делать. Я прыгнул в поезд, поехал в Хельсинки, как раз в чемпионат мира по лёгкой атлетике. Встретился с Рогей, с Самаранчевым, с дедом спокойным, очень нас любил. Я прихожу, я говорю, мои президенты, я говорю, вот нам дали поручение привезти Сочинскую Олимпиаду в Россию. Он говорит, ты сумасшедший? Мне дед говорит, я говорю, что такое? Говорит, ну, говорит, уже корейцы два раза пролетели, на третий раз выдвинулись. У них Самсунг-спонсор международной организации всей нашей, МОКО, да? Я говорю, ну, нам хотя бы надо в этот шорт-лист попасть. Он говорит, ну, говорит, езжай, говорит, в Турин, когда на Олимпиаде сиди там в гостинице и со всеми говори. Сочи. Представляете, когда он начал говорить с ними Сочи? Они говорят, что такое Сочи? А с кем едят? Ну, а Рогей, ну, он дипломат, говорит, конечно, мы это самое будем поддерживать, помогать. Ну, в общем, вот два года работы, и когда после Владимира Владимировича я выступал третьим перед всем миром, я говорю, для меня, мои дорогие друзья, победа в Сочи будет третья золотая олимпийская медаль. Поверьте, что мы сделаем лучшие олимпийские игры за всю историю. Поэтому я... Скандалов, которые вокруг стройки, экологические, строительные. Говорят, не успевают. Ну, просто, что не успевают. В Гватемале-то завоевывали право вы, а сейчас-то строите не вы? Слава Богу. Когда мне сказали, приехав в Москву, что все деньги падут через тебя, я сказал, нет, ни в коем случае. Вы отказали, у вас и круги, и горный бизнес, нет? И горный бизнес. Агентство, я раз в то время имел полномочия всей коммерческой деятельности, финансовой, да, я сказал, нет, мы найдем кого-нибудь другого. Я говорю, ну, слава Богу. И как вы оцениваете тех, которые сейчас этим занимаются? Олимпистрон, артимитет? Я не знаю, я не хожу, я уверен, что мы все построим и проведем лучшие олимпийские игры, я в этом не сомневаюсь. А то есть денег на это не пожалеют, если в последний момент будет хвататься? Это вторая составляющая, все-таки же это имиджевая тема, она... Поверьте, да, любая олимпийская... Почему люди бьются сегодня, да, за право проведения игры, которые дают постоянный доход? Это... ну, просто вдуматься, что, ну, Сочи просто другой стал центр притяжения, финансовый и человеческий, да. И он будет долго-долго, в общем, переносить. Там же нет хоккейной команды. Будет. Я думаю, КХЛ обязательно должна там формировать команду, и я уверен, что она будет пользоваться успехом. А вот там по проекту, что дворцы, которые там будут построены, в чем мы в этом уже верим, что они потом будут собраны в другом месте. И это разобрано и собрано. Вот в это вот можно поверить? Какой-то нонсенс, я правда... Дима, не шутит, это правда в проекте. Я слышал об этом. Представляете, вот, по сути дела, два раза построить одно и то, что перевести. Это же город. Тройная инвестиция. Построить, потом разобрать, за это заплатить, потом еще разобрать. Ну, не знаю, думаю, что передумать, если такое решение принято, но, в принципе, встать, перевести конструкции большие, потом их сложить, это же большие пролеты. Это надо иметь... а если винтики там где-то... Такой практики нигде нет, ну, не знаю. По-моему, вот в Лондоне, то есть там будут временные какие-то тоже? Временные они разбирают и сломают обычно, или переносить, я не знаю, но в практике... А вы давно были в Сочи? Я был давно. То есть не видели, как там все это... Вас и не пытаются привлечь каким-то образом к этому? Ну, пытаются. Пытаются? Ну, в смысле, так намекнуть, приезжая, но... Ну, вы же поставили свое имя рядом с АЭФ, как считаешь? Сегодня был комитет по подготовке к Лондону. Ну, я не пошел, у меня были там свои дела в Сайте Федерации, я не смог пойти. А я вхожу, как... ну, сейчас комиссию мою празднили в Сайте Федерации по спорту, да, я сейчас первый заместитель социального блока комитета. Вот. В свое время по должности я входил во все президентские советы, везде, везде, везде. То есть у вас сейчас основной работой будет Совет Федерации? Вот в ежедневном режиме туда... А вы знаете, как к Совету Федерации отношение какое? Ну, что это достаточно формальная структура? Я считаю, что, ну, мне кажется, что в новом формате Путин должен разделить ответственность, мне кажется. Между губцом и... Надеюсь, что выиграет. Ну, то есть наделить ответственность больше и парламента, и регионы, и так далее. То есть я считаю, что к этому уже пришли, и это будет правильно. И я считаю... Вот я, поверьте, я проработал три года, я набрался колоссальный опыт. А вот такие глыбы, которые... А вы работали каждый день в комиссии? Конечно. Нужно прям каждый день в комиссии, да? Такие глыбы, которые, в общем, руководили регионами, целыми отраслями, были представителями правительств. Люди, которые прошли советскую школу, они просто кладезь знаний. Вот с ними общаешься, это просто, ну, одно удовольствие. Поэтому я считаю, что пришло время, когда нужно, в общем, как бы делить ответственность и наделять полномочиями и парламент, и регионы, и, в общем, двигать страну. В общем, вот поверьте, да, когда я вышел перед людьми, которые разные, так скажем, на праве, я говорю, вот если вам нужен гарант, я готов ему вступать. Я готов, в общем, мой кабинет Соединенных Федераций, не кабинет Единой России. Вы рветесь просто в политику, вы рветесь... А время такое, вы знаете, когда мою страну начинает расшатывать, я понимаю, к чему это может привести, общаясь с людьми. Я же не паркетный генерал, да? Я всё это время, я когда работал в Росспорте, я перед тем, как принять какое-то решение для закона, я обязательно выезжал в регион. Я все регионы объездил, я приглашал людей, для кого мы писали положения всякие, поправки в закон. Мы сначала проговаривали, потом мы это всё обобщали, потом мы это... А уже потом, когда ты напитался тем, что это нужно для дела, ты идёшь и проломниваешь стену. Я думаю, что таким образом только можно сегодня... Скажите, пожалуйста, Вячеслав Александрович, а вы верите в то, что Америка имеет отношение к расшатыванию? Я предположу, что вы редкий сейчас государственный деятель, который даже где-то любит Америку, возможно, ностальгически вспоминает о жизни там, по крайней мере, о некоторых её аспектах. Знаете, это правильная система вообще. Мы, наверное, всё время завидуем и никак не можем сделать что-то похожее. Вот у меня всегда вот задаётся вопрос один, да, мы самую кровопролитную войну провели не с Америкой. А постоянно есть какой-то вот такой вот, я считаю, надуманный конфликт. Наверное, я связываюсь с одним, кто-то зарабатывает большие деньги на всём. Да, я прожил 13 лет. Я считаю, что, ну, американцы близки нам, ближе, чем европейцы по менталитету, по духу. И если бы я где-то жил, помимо России, да, то, конечно, там, там совершенно... Сейчас вот будете ездить? Вам, наверное, на All Star вам наверняка присылают приглашение. Я член зала хоккейного слова. Каждый год идёт новый индукшн. Не, ну, приглашение вот на матч звёзд. Не, что я приеду куда угодно и скажу, что я приехал. И, конечно, меня посадят куда надо и без проблем. В этом году. И то, что Вашингтонский обком платит митингующим, вы не имеете? Вам не помешает вообще вот это такое отношение к Америке? Буквально 10 секунд на вот... Знаете, много что может мешать, да, но надо быть, ну, логичным, да. Ну, а почему не другой обком? Почему не... Финляндия могла бы тоже. Там тоже хорошо играть. Да, или Норвегия там и так далее. Спасибо. Вячеслав Фетисов был сегодня в программе «Харда и знает». Вопросы ему задавали Дмитрий Матеранский, Михаил Зыгарь, Юлия Таратута, Мария Макеева и я, Дмитрий Казнин. Буквально через полминуты в эфире «По скриптум» от нашего гостя. Не переключайтесь, а мы с Вами прощаемся. «Харда и знает» Постскриптум Я Вячеслав Фетисов, я участвовал в программе «Хард Дейс Найт». Я очень счастлив, что я имел возможность общаться с замечательными ведущими, которые, в общем, высокопрофессиональны и харизматичны. Я считаю, что они сумели разговаривать с меня и получить необходимую информацию. Я каким-то образом настраивался на программу и считаю, что с помощью ведущих я сумел высказать свою позицию. Если будут приглашать еще, я с удовольствием приду. Всем спокойной ночи. «Хард Дейс Найт» 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 «Хард Дейс Найт»